Сергей Жигарев в сентябре выиграл выборы в Госдуму в Щелковском избирательном округе номер 127. В новом составе парламента возглавил один из важнейших комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Обещанная на этапе избирательной кампании поддержка своему округу начала реализовываться. Во вторник Сергей Александрович провел в Щелкове круглый стол на тему взаимодействия органов федеральной и муниципальной власти с предпринимательским сообществом района. Я понимаю, что я занимаю такую должность в Государственной Думе, но у меня есть мой одномандатный округ. Я тоже в первую очередь заинтересован в том, чтобы этот округ развивался и те обещания, которые были даны в ходе избирательной кампании, они были выдержаны в том числе и перед вашими работниками, перед той социальной сферой, в которой вы тоже помогаете. Депутат рассказал, что делает государство, чтобы в непростой экономической ситуации предприниматели получили не только поддержку на словах, но и помощь в виде государственных гарантий, государственных кредитов, участия в госпрограммах. Одна из главных проблем – отсутствие средств на развитие. В стране огромное количество целевых фондов и программ, отметил Сергей Жигарев, только вы об этом, возможно, не знаете. В частности, он рассказал о фонде поддержки предпринимательства, который направлен на малый и средний бизнес с оборотом ниже 2 млрд рублей в год, и о фонде развития промышленности при Минпромторге для крупных предприятий. Если у вас есть заявки относительно развития ваших предприятий, готов помочь их реализовать, заявил депутат. Вам что сегодня нужны? Деньги на развитие нужны, но приходите, возьмите их. Есть сегодня федеральные механизмы, которые гораздо лучше любых коммерческих банков. И ставка ниже, и сумма больше, и геморроя меньше, и рисков самое главное меньше. Другой механизм потенциальной помощи федерального депутата – законотворчество. И тут Сергей Жигарев готов был выслушать все предложения и пожелания участников «Круглого стола». Предприниматели рассказали о проблемах, которые нельзя решить на местном уровне. В их числе монополия на потребительском рынке сетевых компаний и невозможность реализации местной продукции. Обязать сетевиков предоставлять место на полках локальным производителям – эта норма должна найти отражение в федеральном законодательстве, согласился Сергей Александрович. А вот строительные компании обеспокоены инициативой внести в налоговый кодекс поправку о введении для них имущественного налога на непроданные квартиры. В настоящее время, когда строительный комплекс вообще испытывает проблемы с реализацией квартир, вот это еще больше накладывает обременение на строительный комплекс. И это как подвязать тонущему еще и гирю к ноге. Мы знаем об этой инициативе, у нас уже был круглословно эту тему в Госдуме. Все абсолютно фракции высказались против данной инициативы. На встрече выступили как представители малого и даже микробизнеса, так и руководители компаний федерального уровня. Так спутниковый оператор «Газпромкосмические системы» начинает строительство в Щелкове сборочного производства космических аппаратов. Помощь депутата Госдумы может потребоваться и тут. Ряд вопросов, например, подключения к коммуникациям, может быть решен на местном уровне. Важнейшей социальной задачей назвал поддержку бизнес-инициатив руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов. Район в этом году вышел на третье место в регионе по приросту малого и среднего бизнеса. Существенный эффект достигнут от работающего с начала года Совета по созданию благоприятного инвестиционного климата. На еженедельных инвест-часах рассмотрено уже 36 проектов, большинство реализуются. Привлечено инвестиции на сумму 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Так, совместными усилиями в режиме взаимодействия федеральных и местных властей с бизнесом поможем развиваться ему, а значит и всему Щелковскому району. Таков итог круглого стола. Налаживание такого контакта с Федеральной Государственной Думой, особенно с председателем комитета Государственной Думы, полномочия, которые входят в том числе и предпринимательцы, я считаю это очень важный момент. Надеюсь, что будет плодотворное сотрудничество. Во всяком случае, со стороны Сергея Александровича это прозвучало. Теперь зависит от нас. Конечно, обязательно этим воспользуемся, потому что не каждый день мы встречаемся с председателем комитета Государственной Думы. В нашей истории, наверное, Щелковского района это впервые происходит. Поэтому дай Бог, чтобы это все получилось. Что касается встречи, то предприниматели у нас в Щелковском районе активные, живые. У них, конечно, много вопросов, но мы нашли точки соприкосновения по федеральному законодательству, ну и с точки зрения той социологии, той экспертного мнения, которое может дать наш комитет. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...